друзья всем привет на моем канале алекс яськова у нас сегодня вот такой вот день точнее вечер немножко пасмурный на самом деле такие тут редкие дни и дождя нет просто облачно я в конце видео вам покажу небольшой кусочек я сняла была в гостях у наших знакомых и была в гостях на холмах получается сан клименты там немножко виден океан и видны вот эти вот все красивые холмы вот очень красиво покажу там буквально 20 30 секунд сняла так что посмотрите до конца вот перед видео еще покажу иду на набережную и вот вот так тут красиво то есть даже в облачное время вот такой вот закат друзья а это видео я вам записываю по случаю того что мы в америке две недели в эту пятницу будет две недели как мы здесь и я хотела рассказать подробнее что мы успели сделать за две недели то есть какие мы успели документы оформить вообще вот какой результат у нас здесь за две недели я думаю вам это будет интересно потому что на самом деле мы очень много всего сделали я составила список именно того что мы успели сделать причем с учетом двоих детей с учетом времени адаптации с учетом вообще как бы всего всего поэтому я решила показать наш результат и возможно те люди кто собираются лететь тоже в сша им будет интересно что можно сделать в америке за две недели друзья пока буду рассказывать покажу у нас вот тут вот такая лестница где мы живем это ступеньки на пляж получается на берег и я пока буду рассказывать я пройдусь и немножечко вам покажу как тут вокруг значит друзья первый пункт это в аэропорту по прилету в течение трех часов мы получили штамп в паспорт в каждый паспорт о том что мы можем проживать на территории сша два года это по программе united for ukraine you for you то есть мы прошли собеседование у офицера нам миграционного офицера нам задали три вопроса мы на них ответили подождали это все длилось около трех часов вместе с очередем в лос-анджелесе но опять же я знаю вот сейчас прилетели мои друзья они сказали что им не задавали никакие вопросы и вот у нас у нас были вопросы и мы получили штампы в паспорта разрешения на проживание в сша то есть это было первое второй пункт а на следующий день буквально мы поехали в социальную службу и в течение часа тире двух мы оформили medical call и call fresh medical call это страховка медицинская мы получили страховку и позже к нам пришли карточки пластиковые а кунил фреш это деньги на еду эта карточка с деньгами на еду на нашу семью эти деньги разделены на две части то есть то что мы можем тратить на еду и то что мы тратить можем на другие нужды то есть мы получили вот карточку буквально сразу в течение часа страховку тоже в течение часа все это было очень быстро уже на второй день у нас действовала страховка и действовала получается карточка с деньгами потом далее вот я список даже составила чтоб не ошибиться третий пункт мы поехали в офис social security и подали запрос на получение social security набор это на каждого члена семьи то есть мы ждали 10 дней и вот за 10 дней на днях к нам пришли номера social security которые мы тоже получили и это заняло всего 10 дней это все здорово потому что я раньше слышала что это занимает там до полугода то есть у нас это заняло всего 10 дней друзья четвертый пункт мы взяли appointment к врачам отдельно детскому взрослому учитывая наш уже оформленный medical call нашу страховку их мы ждем в октябре будут эти встречи с как бы семейными врачами теперь пятый пункт мы открыли два дебетовых счета в банке bank of america то есть это все заняло около получаса в принципе открыть эти счета на них можно вполне без проблем могут заходить деньги если ты где-то какую-то подработку делаешь на них можно получать деньги и карточки единственном и не получили нам сказали пару дней подождать и будут карточки тогда мы сможем еще установить приложение вот мобильная друзья 6 пункт мы купили карточку мне team mobile за 50 долларов это безлимитные звонки по территории сша и безлимитный интернет достаточно хороший скоростной то есть эта карточка вообще там не нужны никакие документы ничего оформляется за буквально 15 минут ее не нужно как в германии вот так вот проблемно разрывать что до сих пор я не смогла закрыть эту карточку а просто если ты месяц не платишь она аннулируется то есть нет никаких договоров нет никаких контрактов и вообще это очень просто делается и в принципе интернет тут достаточно хороший вот и мы также оформили антону вторую карточку она эта карточка считается бесплатной она по программе для беженцев тоже от и мобайл как от дочерней компании но мы ее еще ждем то есть мы оформили как бы вторую free карту там лимитированный интернет по моему 5 гигабайт но она полностью бесплатно со временем ее можно расширить не теряя номер то есть мы также узнали все эти моменты и вот я как раз таки делюсь с вами этими моментами вот седьмой пункт мы записали филиппа и соню в украинскую субботнюю школу тоже вот такой важный момент мы нашли тут у нас субботнюю школы записали детей вот поэтому я думаю для их адаптации нам посоветовали это сделать мы делали это и в германии тоже друзья восьмой пункт мы переехали за это время в другой тут городок из сан климента в дана поинт в другие временные апартменты которые нашли на rnb и как бы сейчас мы занимаемся поиском жилья мы завтра смотрим вот варианты жилья которые мы можем снять уже перманентно как бы постоянно вот и я расскажу постараюсь снять что нам покажет и сколько стоит смотрим самые экономные варианты 2 bedroom вот здесь недалеко от побережья там где мы живем там где живут наши спонсоры и мы имеем какую-то поддержку потому что она нам нужна вот так что я тоже покажу что смогу это значит был девятый пункт то что мы нашли варианты на аренду договорились и вот завтра будем смотреть мы очень много действительно искали выбрали два варианта вот я постараюсь их показать друзья десятый пункт очень важный мы составили резюме в американском стиле полностью в американском формате точнее показали его американцам они сказали что резюме сделано классно ничего не надо корректировать потому что мы взяли за основу американские именно такие вот классные резюме и полностью составили свои профессиональные резюме теперь мы начнем отсылать их искать работу я иду как раз в гору немножко тоже говорить идти немножко запахиваюсь вот так что мы приступили к поиску работы мы съездили также на две как бы встречи с работодателями можно так сказать ну просто не по специальности хотя бы посмотреть что и как вот поэтому как бы как это будет все неизвестно вот так что мы начали искать работу и я опять же буду все показывать рассказывать друзья одиннадцатый пункт это мы сели за руль мы учим правила и на следующей неделе мы взяли appointment мы сдаем на права на американские драйв и испугалась вот это вот я испугалась мало понять что это рычит за углом окей на американский я значит повторю значит мы на следующей неделе вот тут очень много лестниц фух и я опять видели привыкаю ходить на по лестницам вот значит мы сдаем на следующей неделе на американские права drivers license вот я надеюсь что все будет удачно потому что сейчас проходим и читаем учим они отличаются реально от европейских очень сильно если люди говорят что это то же самое это совершенно не то же самое не по разметкам не по светофорам не по знакам и даже не по поворотам что здесь на красный свет практически всегда можно поворачивать вот фух горки тут все ходят по горкам это вроде очень очень полезно мне кто-то в комментарии написал что японцы говорят что каждая ступенька 15 минут жизни вот можно посчитать сколько я сейчас только прошла теперь двенадцатый пункт который мы успели сделать мы прошли тест по английскому языку определили наш уровень вот тут это совершенно другая система 5-левелная система как бы пятиуровневая и у меня есть два уровня у антона один то есть в принципе да мы разговариваем но очень слабо мы не пользуемся практически переводчиком но все равно это очень-очень слабо и конечно же будем учить дальше вот и наконец тринадцатый пункт это мы сегодня подали разрешение на работу эта форма ой 765 work permit то есть это очень важное разрешение мы долго заполняли эту форму я сразу скажу для тех кто хочет ехать если это делать обычно вот просто как они предлагают на сайте это стоит около 100 долларов на человека на 7 400 долларов но для беженцев там можно заполнить еще две формы в принципе информацию можно найти в интернете как заполнить и тогда это разрешение будет бесплатным вот то есть вот такой вот момент да мы потратили на это реально там часа два но мы заполнили на бесплатную подачу не вот так что можно в принципе вот эту вот форму ой 765 work permit заполнить и получить бесплатно это мы сделали сегодня и в принципе скоро я думаю она придет тут все делается очень быстро но пока у нас есть документ который пока временный 90 дней действует вот и он может ее заменить то есть принципе ситуация такая что беженец по нашей программе юфа ю может работать практически с первого дня даже без social security нам бы и без work permit вот это я тоже хочу уточнить чтобы вы знали вот я вам показываю к очень красивую месту к спуску здесь вот по вершине холма вот виден океан вот он просто его сейчас плохо видно из-за облачности поэтому друзья я подведу итоги мы за по сути за 13 дней мы сделали очень очень много мы провели огромную на самом деле работу то есть мы каждый день и с учетом двоих детей с учетом их адаптации мы каждый день очень много заполняли формы ездили по документам с учетом того что я только села вот за руль еще только по ходу сразу сразу подучиваю знаки правила и привыкаю тут к вождению поэтому друзья здесь немножко все по-другому здесь ну нельзя сравнивать но здесь очень все быстро в германии то же самое у нас заняло полгода вот лично наша семья делала 6 месяцев потому что страховку медицинскую в аук а это такая у них известная компания в германии мы ждали 6 месяцев я ходила раз ну раз 10-20 я ходила и уточняла когда она будет потому что у нас не было пластиковых карточек в германии и мы полгода практически не пользовались медициной это было очень-очень конечно так вот стрёмно можно сказать с учетом двух маленьких детей но ничего страшного здесь по-другому нам сказали что америка страна которая особенно калифорния это штат эмигрантов беженцев поэтому здесь это нормально здесь все привыкли и отладили систему работы с беженцами и эмигрантами поэтому по сути я хочу подытожить вот все что мы сделали мы оформили практически полностью все документы по сути за 10 дней вот потому что мы еще успели сходить там несколько раз на океан отметить мой день рождения несколько раз там сходить в бассейн ну то есть еще какие то вот такие вещи которые мы просто хотели увидеть то место где мы живем потому что я не знаю как сложится дальше сейчас мы живем вот в таком красивом месте мы живем вот две недели у океана и мы все успеваем вот тропа здоровья пришла для хайкинга мы успеваем побегать мы успеваем с детьми сходить на пляж вот смотрите очень красивая специально пришла показать вам вот видите поэтому мы еще немножко это успеваем но в принципе с учетом того что мы встаем 6 7 утра первое время вообще из-за времени вставали там 45 утра но мы стоим рано бегаем плаваем и потом занимаемся документами резюме поиском квартиры потому что у нас на самом деле сейчас очень сложное время у нас такой вот жесткий дедлайн у нас осталось три недели чтобы переехать в permanent apartment это в постоянное жилье найти его я вам все покажу расскажу сколько это стоит завтра у нас первые просмотры опять же за три недели мы наш найти должны любую работу чтобы хотя бы начать обеспечивать этот apartment и еду и там одежду бензин плюс дать на право записать детей в школу ну в общем у нас осталось на все про все три недели мы реально работаем в режиме нон-стоп и для меня это комфортно я не знаю как будет ой не упала я не знаю как будет дальше но я человек азартно я воспринимаю все это как своего рода такую игру вообще все что происходит и я воспринимаю что это нормально что для меня вполне нормально идти к цели поэтому что будет и как будет я буду показывать дальше еще раз смотрите как красиво друзья ну что я хочу с вами попрощаться еще раз вам покажу вот этот очень красивый пейзаж вот такие вот тут растут цветы и травы запахнут как моем детстве и сейчас я вам покажу очень красивый вид буквально 20 секунд это комьюнити жила на холмах сан климента все еще раз всем удачи и будет следующее видео наверное о результате за месяц то есть я расскажу реально вот что все таки у нас этот месяц очень решающий у нас просто вот или мы выживаем или мы не выживаем я вам покажу реально что будет это будет